Добрый вечер. Вот мы начинаем такую странную презентацию книги, которая называется «Лактат Гагарина. Избранное собрание поискового спама», которая вышла в серии. Поискового, да-да. Слушай, кстати, не очень тебя слышно как-то, а вот попробуй сказать что-нибудь просто вот без меня, чтобы я не перебивал тебя. Миша. Да-да-да. А, отлично. Да, все. Теперь тебя слышат все. Итак, действительно, сегодня у нас такая презентация, и вот книгу представили я, Никита Сунгатов, и да-да-да, такой мета-симулятор Михаила Куртова, который вот сейчас работает в тестовом режиме, только в голосовом. Поскольку вот сам Михаил сейчас находится где-то в неизвестном месте, его будет, собственно говоря, заменять мета-симулятор, который вы уже могли слышать. Итак, я, может быть, кстати, для начала обращусь. Как к вам правильно обращаться? Потому что с Мишей мы обычно на «ты» и знакомы. Как будет комфортнее? На «ты», конечно. На «ты», хорошо, хорошо. Вот, я немножко тогда для начала об истории. Впервые «Дарвей» были опубликованы, появились в девятом номере «Альманах Транслит», который назывался «Вопрос о технике», и которым была большая публикация, была статья, комментарии, собственно, Михаила Куртова. Ну и, в общем, таким образом они появились на горизонте новейшей поэзии, новейшей русской поэзии, и как-то все это поутихло. А в прошлом, уже в 2017 году, на премии Аркадия Драгомощенко, на эту премию, Павел Арсеньев, один из номинаторов, выдвинул загадочного поэта, как Дора Вэй. Дора Вэй, которая, собственно говоря, и представляла собой вот тот самый поисковый спам. Значит, по словам одного из членов жюри, эта книга, то есть эта подборка набрала, кажется, минимальное количество баллов в конкурсе. Почему об этом, может быть, мы к этому разговору еще вернемся. Но так получилось, что на дебатах, конечно, она вызвала, может быть, наибольшее число разговоров вокруг нее, каких-то споров, скандалов и так далее. И логическим итогом является выход вот этой книжки в серии Крафт, которую, насколько я понимаю, можно вот здесь в магазине «Порядок слов» приобрести. И вот я попрошу тогда сейчас Миша рассказать что-то об этой книге, который, да, вот Михаил Куртов стал составителем этой книги, написал большое предисловие, отобрал, собственно, те тексты, которые туда вошли. И вот я попрошу, может быть, рассказать об устройстве этой книги. Ага, Никита, спасибо. Меня слышно? Очень хорошо. Ну, я бы на самом-то деле, прежде чем сказать о книжке, сказал бы, собственно, о той ситуации, которая вызвала к жизни, в том числе и сегодняшнее мероприятие, я про номинацию этого сборника поискового спайма на премию Аркадия Драгомощенко. Ты сказал, что мы, может быть, еще позже к этому вернемся, но я бы хотел с этого начать, потому что, ну иначе бы просто не было инфоповода. Сейчас говорить про эту книгу, даже если бы она вышла, потому что, на самом-то деле, первая публикация поискового спама состоялась в фурнале «Транслит» в 2011 году, довольно давно, 6 лет назад. А сейчас всего лишь вышел сборник, который включает в себя и опубликованные в 2011 году и новые тексты. Но, по сути, ничего нового не произошло. То есть, я думаю, что мы несколько, мы, я имею в виду коллектив «Транслита», и меня в частности, несколько опоздали с публикацией этих, скажем так, стихов. Однако то, что этот сборник под именем Доры Вей, хотя не совсем этот сборник, но некоторые, конечно же, в этот сборник, были номинированы на премию для молодых поэтов, на премию для молодых экспериментирующих поэтов. Это важно. И то, что она не прошла даже в шорт-лист, это тоже любопытно, потому что, ну, на мой взгляд, что, если не поисковый спам, должно получать сегодня премию Аркадия Драгомощенко. Я немного знал Аркадия Трофимовича, я думаю, что без относительно каких-либо там конъюнктурных и так далее моментов, я думаю, что он был бы за вот этот сборник, скорее, чем за человеческие публикации. Но к этому мы, ты прав, к Никите, еще вернемся. Меня слышно? Прекрасно слышно. Хорошо. Тогда, Никит, я скажу немного про саму книжку. Никита? Да, да, да. Об этом и был вопрос. Я думаю, что у тех, кто присутствует, будет возможность полистать этот небольшой сборник. Скажу немного про его структуру и про его происхождение. Действительно, начало исследованию поискового спама в таком филологическом, культурологическом ключе было положено в 2011 году, повторюсь, это статья в транслите. Насколько мне известно, западная академия, ну, в первую очередь, американская, которая больше, чем российская и более давно занимается различного вида электронной литературы, в том числе и спам-поэзии. Насколько я знаю, я не писала, возможно, до сих пор про так называемый поисковый спам. Это странно, но я к этому моменту еще, возможно, вернусь. То есть я хочу сказать, что можно считать публикацию в 2011 году в журнале Translite и эту книжную публикацию, первой публикацией поискового спама. И я думаю, что в году, по-моему, в 2011 или 2012 этот поисковый спам был задекламирован на длинных волнах на Самарской городской радиостанции. То есть есть какая-то уже публикационная история у этого автора или у этих авторов. Но что же, собственно, собой представляет этот поисковый спам? Слово «спам» тут не должно вводить в заблуждение, потому что речь идет не о всем знакомом почтовом спаме, том, который падает в наши почтовые ящики, а о поисковом спаме или, как это называют, «спам-дексинг» — английский термин веб-мастера, спаймеры используют для того подвида поискового спама, о котором я говорю, также термин «doorway pages», то есть страницы дверного проема, ну или в российском узусе это обычно звучит как просто-напросто «дарвии». Что же такое «дарвии» и что же такое поисковый спам? Повторюсь, слово «спам» здесь не должно вводить в заблуждение, оно здесь используется как в значении чего-то лишнего, не необходимого, засоряющего информационную среду. Но первое, на что я хочу обратить внимание, это специфичность того способа существования, в котором находится этот самый поисковый спам. Это совершенно определенная технология, которая появилась в ответ на двую технологию. Эта технология появилась в ответ на, пожалуй, в первую очередь, изобретение компании Google, которая в начале нулевых годов внедрила, в конце 90-х, в начале нулевых годов, внедрила более умный, что ли, способ поиска и индексации страниц в вебе. Этот способ заключался в установлении сети, то есть некого графа, в который входят различные веб-страницы, а также в установлении рейтинга, индивидуального рейтинга для каждой страницы на основе какого-то большого количества разных критерий вроде количества отсылок к этой странице или ее вменяемости, похожести на человеческую страницу, а не на какую-то техническую информацию. И уже ближе к середине 2000-х годов, когда благодаря распространению поисковой системы в Google эта же компания стала достаточно много зарабатывать, в том числе и на контекстной рекламе, возникли вот такие как бы довольно простые виды бизнеса, а именно создание дорвеев или поискового спама. В чем заключается этот вид бизнеса, потому что здесь мы имеем дело с такой чистой коммерцией начальной. Этот род деятельности, который только постфактум уже стал называться спамом, и скорее по аналогии с почтовым спамом, состоится в следующем. Известно, что те, кто в поисковой системе Google или в любой другой ищет какую-то товар или услугу, не заходят, ну там процентов на 90, да, из тех, кто это делает, не заходят дальше в первые десятки выдачи. То есть на вторую страницу редко кто-то щелкает, соответственно, это означает, что нужно во что бы то ни стало попасть вот в первые строчки, ну иначе как бы товар просто не будет. Вот в связи с этим возникли такие посредники, как спамеры, как поисковые спамеры, а также так называемые партнерские программы, которые за счет неких манипуляций, чисто технических, продвигают какие угодно товары и услуги в максимально высокие позиции в поисковой выдаче. Эта технология абсолютно легальна, я сейчас продолжаю говорить, собственно, о поисковом спаме или о дорвеях, эта технология абсолютно легальна, но как бы неэтичная. И вот не так давно компания Google сформулировала, собственно, те определения, которым должна соответствовать какая-то страница в интернете, чтобы называться дорвеями. И я перечислю эти характеристики, которые, собственно, предоставлены, они почти официальные, да, которые предназначены в первую очередь для вебмастеров, чтобы они, ну, ненароком, возможно, сами не знают, а они не нарушали каких-то вот таких, скорее, этических принципов вебмастеринга. Итак, это официальное определение. Дорвеи представляют собой веб-страницы, которые оптимизированы под определенные поисковые запросы и перенаправляют пользователей на другие сайты. И в тексте Google есть комментарии, это неудобно, так как несколько первых результатов поиска могут вести на одинаковые страницы или ресурсы, не представляющие интереса. И далее. Дорвеями могут быть несколько доменных имен или страниц с таргетингом на отдельные регионы или города для переадресации пользователей на одну и ту же страницу. Страницы, единственной целью которых является перенаправление пользователей в определенный раздел сайта. Ну и так далее. То есть, что такое Дорвеи? Это просто-напросто страница, которая за счет строчки кода на JavaScript перенаправляет пользователя, который ищет какую-то информацию в том же Google, на конечный сайт, на конечный ресурс, представляющий собой какой-то товар или услугу. Ну каким образом эти сайты попадают или стремятся попасть в топ-выдача? Ну, собственно, технология здесь довольно простая. Во-первых, он создается автоматическими средствами, ну практически в 100% случаев автоматическими. Есть некий текст, который был бы похож на человеческий, но не для человека, а для машины. То есть, поисковые боты, когда они кролят сеть, они должны по каким-то параметрам, которые засекречены, естественно, их никто не знает достоверно, установить. Является ли это страница человеческой по своему происхождению или нет? Ну, это какие-то раньше были статистические алгоритмы, проверка синтаксиса, какой-то морфологии, в какой-то степени семантики. И вот сегодня, я так понимаю, с 2015 года уже также для этого используются искусственные нервные сети. В 2011 году, когда я про это впервые писал, для этого еще использовался только статистический аппарат. Эти средства позволяют создать текст, который выглядит, по крайней мере, как человеческий. А позволяет этому тексту проникнуть, собственно, в топ-выдачу. Большое количество так называемых ключевых слов, которые, ну, к слову или не к слову, в попад или не в попад, размещаются в этих текстах. Ну, казалось бы, что особенного? Ну, некая технология, серая технология для зарабатывания денег в сети, каких технологий сегодня довольно много. Интересом же здесь является то, что автоматически сгенерированные тексты, которые появляются, генерируются в совершенно огромных количествах. Первый момент, который, то есть уже второй, первый момент – это, собственно, вот эта техническая реальность, без понимания которых… Я думаю, нужно подождать просто. Нужно отдавать себе отчет. Миш, ты пропадаешь. Да, сейчас слышно. Вот сейчас слышно, да, но вот последние секунд 15 можно повторить. Хорошо. Я говорил о том, что нужно отдавать себе отчет в том, что подобного рода технология работает всегда на таких очень больших числах. То есть один здоровейщик или один вот этот поисковый спамер может, ну, не технически может, а в силу там занятости в течение рабочего дня, создавать там несколько десятков или сотен тысяч таких страниц с как бы бессмысленным текстом. В совокупности же, да, вот эти самые спамеры создают сегодня миллионы страниц в день. Это гораздо больше, на самом-то деле, чем то количество страниц с текстом, да, там, не картинок или видео, которые создаются сегодня людьми. Google, конечно же, много времени тратит на разработку средств для фильтрации подобного рода контента. И я думаю, что в среднем дорвей существует в индексе поисковом, то есть находим через Google, ну, в течение там нескольких дней. Хотя я знаю дорвеи, которые держатся там, дорвеи долгожители, которые держатся там по нескольку лет. То есть каждый день, да, давайте представим себе огромное количество вот этих вот молодых или не очень людей, которые каждый день генерируют, каждый из них, там, миллион страниц с текстом, объемом, там, несколько килобайт, несколько десятков страниц, да, мы же написаны. Google, конечно же, закрывает для нас доступ к большинству из них. Однако же интересно здесь то, что де-факто сегодня веб-текстовый веб, то есть World by Web, состоящий из текстов именно, да, а не там из кода или из какого-то, из файлов другого формата, ну, по большей части, да, тут никто не может подсчитать точно, состоит из этих самых дорвеев, о которых сегодня идет речь. То есть, несмотря на то, что эта технология может казаться какой-то маргинальной, ну, и вообще, зачем нам про это все знать, да, так или иначе, реальное содержание, реальное физическое содержание, текстовое содержание веба – это эти самые дорвеи. Этим они уже сами по себе интересны. Чем они могут быть интересны, однако, ну, не абстрактно, да, а вот обычному, да, человеку, даже не тому, кто интересуется, там, сегодняшним состоянием в текстовой среде? Ну, тут нужно сказать, что, я думаю, практически все, кто пользуется поисковыми машинами, хоть раз донатыкался на эти самые дорвеи, когда видел в краткой аннотации к найденному сайту какую-то совершенно неразборчивую, непонятную, бессмысленную фразу. Более того, часто пользователь щелкает на вот этот вот странный найденный фрагмент текста, но, как правило, он его у этого текста дальше не видит, потому что страница дорвеи автоматически через строчку, простую строчку на JavaScript переадресует этого пользователя конечному продукту. То есть, я хочу сказать, что, несмотря на то, что большинство пользователей хоть раз сталкивались с этим видом, с этим явлением техническим, однако же доступ к этому явлению затруднен, ну, потому что не все знают, что нужно отключить JavaScript в настройках браузера, чтобы увидеть сам текст, да, то есть тут нужна некая техническая компетенция. Я думаю, это еще один из интересных моментов, потому что, вот повторюсь, несмотря на огромнейшее распространение этого вида, этого технического явления, этих текстов в сети, они фактически отчуждены, отчуждены от человека в таком буквально марксистском смысле, они как бы не присутствуют в культуре и как культура, да, то есть считается, да, это строчка из определения, которую дал Google, это страницы, вот зачитаю, часто такие страницы состоят из фрагментов несвязанного текста, который лишен всякого смысла, но может содержать ключевые слова для поиска. То есть Google каким-то образом за, ну, нас с вами, да, за пользователя определил, что, собственно, является несвязанным текстом, что значит лишенность смысла, ну, большой такой смысл в конечном итоге. Понятно, что здесь Google как бы и другие компании подобны ей, но Google в данном случае выступает, да, как такая империя информационная, а не просто один из капиталистических игроков. То есть Google в данном случае, конечно же, как будто помогает нам с вами найти более релевантную информацию, да, он старается удалять из индекса, из своего поискового индекса эти самые дорогие страницы, но не факт еще, да, что вот эта вот борьба против поискового спама абсолютно полезна для культуры. Я не буду говорить, там, вредна, да, потому что польза, конечно, от нее есть. Однако же, отчужденным, повторюсь, становится огромный текстовый пласт, пласт текстовый, который вставляет, ну, большую часть современного текстового веба. И в этом смысле я, пожалуй, на этом остановлюсь, и дальше мы уже перейдем к рассмотрению текста. В этом смысле чтение поискового спама или поиск поискового спама, или селекция, отбор поискового спама. Я вот в конце книги привожу короткую инструкцию, как искать эти самые дорогие. Я думаю, что вот это имение дела с поисковым спамом имеет, ну, некую политическую функцию, да, политическую и культурную, потому что, повторюсь, мы, обращаясь к этому виду текстов, как бы разочуждаем. Мы достаем их из этого лимба, в который их помещает Google, и пытаемся на них внимательно посмотреть. Они же сами по себе, эти тексты, ну, достаточно интересные. То есть могло бы быть какое-то вероятное, что действительно, дело могло действительно обстоять так, что, ну, в общем, фильтруют их, и ладно. И ничего там интересного нет. Но мне показалось, что при определенной тренировке, при задании определенной оптики, и при понимании того, как, собственно, устроен этот спам, то есть в небольшом знании алгоритмов, которые используются для создания этих текстов, там, вроде, алгоритма цепей Маркова, там, или какой-то простейшей синонизации, что при достаточном знании, при достаточном понимании, а знания здесь являются таким ключевым моментом, да, мы можем прочесть эти тексты, и они могут претендовать на какое-то место в культуре и на то, чтобы иметь отношение к эстетике. Но вот какое они имеют отношение к эстетике, мы сейчас, наверное, еще попробуем выяснить. Последнее, что я скажу, вот в этой преамбуле, ДНР, не буду говорить, последнее, Никита. Да, последнее, последнее не надо говорить, потому что давай я сейчас спрошу тебя про Драгомощенко, а потом немножко заострю, потому что, конечно, много есть вопросов, много есть каких-то сомнений, которые были высказаны на той же премии АТД и в других обсуждениях, кулуарах, несколько такое ироничное, может быть, отношение к самому этому проекту. Да и вообще в целом, на самом деле, вот то, что мы называем это стихами, так, может быть, кому-то может показаться произвольно, может быть, справедливо, может быть, нет, об этом можно говорить. Вот в каком-то смысле то же самое, что, например, то, что сейчас выступает не Михаил Куртов, а его голосовой мета-симулятор, имеет отношение к какой-то лекции или к поэтическому вечеру. Ну, то есть вот примерно такая аналогия. В этом смысле формат здесь тоже, может быть, отчасти адекватен. Вот, например, многие люди уже разбегаются, потому что не увидели тело философа. Кстати, как ты думаешь, с чем это связано? То есть вот почему так важно тело? Миша? И голос философа тоже исчез. Да, видимо, он воспользовался минутой, чтобы... Да, да, слышно теперь, да. Да. Да-да, говори, говори. Да, то есть ты куда-то отходил, я так понимаю. Да, слышишь? Сейчас тебя слышно. Сейчас слышно? Момент. Да, повтори, пожалуйста, вопрос сейчас. Да, в общем-то, неважно. Я к следующему сразу перейду. Значит, вопрос, на самом деле, да, все-таки про Драгомощенко. Я говорил о том, что действительно для многих не очевидно, почему это является стихами. Нет ли в этом какого-то такого волюнтаристского жеста, в том, что мы, понятно, можем назначать стихами все, что угодно. Да, то есть есть активная, там, есть известная традиция ready-made poetry, да, в которой там есть по поэтическим текстам можно сказать все, что угодно. Есть опыт конспитуализма, есть, да, в первую очередь, опыт, может быть, западного конспитуализма, там, скажем, какого-нибудь Кенета Гоудсмита, который берет всевозможные готовые тексты и назначает их поэтическими. И как раз одна из его амбиций, да, как ты помнишь, как мы все помним, это распечатать весь интернет. То есть сама по себе амбиция априорно невозможная, но, тем не менее, в общем-то, двигающаяся примерно в ту же сторону. Вот, значит, сначала про Драгомощенко все-таки. Вот ты вначале упомянул о том, что Дарвей, как никто, как ничто друг, да, никакой другой поэт имеет право на эту премию. И вот, и, в общем, как бы я тоже об этом думал вот сегодня, когда шел сюда, и в связи с тем, что, конечно, у Драгомощенко мы находим те синтаксические находки, тот самый протаксис, о котором все так много говорят, вот как бы какой-то агроматизмы, оборванные предложения, которые мы видим и в этих текстах. Вот. Но вот для тебя почему? То есть вот почему, по-твоему, скажем так, традиция Драгомощенко продолжает, должна продолжать машина, а не человек? Или не должна, а продолжает явочным образом? Думаешь, ты спрашиваешь, почему я думаю, что она могла бы потендовать? Ну, почему для тебя уже? То есть, насколько я понимаю, ты уже говоришь о том, что уже сейчас, конечно, Дарвей, как никто другой, достойный премии Драгомощенко, да, и, соответственно, ну, она важна фигура патрона здесь, да, Кань? Ну, если мы именно говорим про Аркадьера Афимовича, то я просто знаю, что он довольно интересовался, ну, современной техникой, в том числе цифровой. Насколько я знаю, его сын, например, работает в GameDev, то есть разработчиком, я не знаю, дизайнером, программистом, в сфере разработки компьютерных игр, и мы, в том числе, про это с ним когда-то говорили, мне просто казалось, что конкретно Аркадьеру Афимовичу интересно эта область, а если эта область на пересечении со словесностью, то есть с тем, с чем, собственно, он имеет дело непосредственно, то, ну, наверное, тем более это вызвало бы его интерес. Но это такие, скорее, фоновые, возможно, биографические моменты, но также это, собственно, и сами тексты Драгомощенко, то есть я вот как-то уже относительно недавно наткнулся на такой фрагмент, который я, Никита, если ты не возражаешь, зачитаю. Из Драгомощенко будет первая декламация за сегодня. Никита? Да, конечно же. Я зачитываю. Это не Дорвей, это Аркадий Трофимович Трагомощенко. Неловко, когда на тебе ни рубашки, ни штанов. Жизнь на стороне сдержанных и топора. Я тогда написал Элегии. Кому? Где мужик с топором? Не знаю. Тот, кто ест леденцы, пишет. Где та, кто была и белела лицом, глазами, не шевеляя ни единым мускулом лица? Не знаю. Страх? Другое. Возвращаемся к тому, что было обещано. Я плохой рассказчик. Меня хватает только на два дня. А дальше здесь, как всегда, дождь. Ну, это текст прозаический, он разбит на строчки. Но окей, мы все понимаем, что это могло бы быть и разбито на строчки. Но, я не знаю, Никита, может, пришло время зачитать пандан к этому фрагменту, какой-то фрагмент из, собственно, Дорвиев, чтобы была для тех, кто еще не в курсе, понятна некая общность этих эстетик. Никита? Да, хорошо. Ну, и после этого мы вернемся к разговору. Да, давай вернемся, потому что уже много времени прошло, мы так еще не привели примеров. Ты почитаешь, Илья? Ну, как? Давай я почитаю, а потом ты. Я хочу почитать как раз из цикла «На сколько дней», к которому, в общем, тоже имею такое опосредованное отношение. Да, я должен сказать, Никита, извини, это очень важно. Я забыл про это сказать. Ты на том конце провода совершенно не случайная здесь фигура. И действительно, я выражаю тебе благодарность в предисловии. Ты мне указал совершенно замечательный ресурс с большим количеством текстов, которые мне понравились. То есть я вот когда делал отборку, просматривал довольно много поискового спама, но из того, который ты мне порекомендовал, я отобрал целый цикл, из которого ты сейчас что-то прочитаешь. Ну да, спасибо. Ну вот к этому, кстати, тоже вернемся еще, может быть, к такой вот в другой части разговора. Итак, это и Дарвейс цикла «На сколько дней?». Лейкемическая галактика Чад, разновидность Мора, действуя избирательно, до сих пор в мире останется только один. «На сколько дней?». Отец мой смеялся нечасто, но тут же повисло бессильной плетью. Он страшно закричал, и вокруг тоже все закричали, завыли, а в твоем характере. И чем больше в квартире никого, и не будет доверено игре случая, случайному импульсу подсознания, прихоти иррационального нарциссизма, тогда уж не останется воинов. Он нападет на них с обеих сторон, чтобы видеть только исписанные листки, лежавшие передо мной, и голос Нуады внезапно. «На сколько дней?». Известно ли вам, «на сколько дней?». Но ты все идешь, идешь с каждым новым этапом, каждым следующим переосуществлением, делая то просто очередной ступенью, новым витком бесконечной спирали. И чем же тебе не наплевать? Родился в семье Новомосковск, тульской знакомства лютеранки и православного. Взаимодублирующие ословелости — это подготавливающие годолинии совокупно дуреющего коклюша. Позовут ли посреди о неухоженности то, о конурке то, чуточку сидящие юдафобы, мини-трактор Китай Казанский или мини-трактор Китай Неистова, мини-трактор Китай Ипатовны, инициализирующая квакушка, это, скорее всего, блиндирующий тугоухостью. Мерзнущий угон непредсказуемо гнусно суживал, хотя иногда выходные коммунисты «на сколько дней?». Иосиф Бродский был вынужден дать согласие на дачу кандализы Райс показаний национальной комиссии при условии, что данный пациент болен туберкулезом. И вдруг услышал тихий виртуальные знакомства, но требовательный крик из соседней комнаты. Она не сомневалась, что если после нескольких встреч вы не доживете до художественного анализа, восхищение и возмущение мешают людям оценить художественную гениальность и постичь природу ее. Когда же родится критик, который объяснит фразу Солженицына, абзац Солженицына, главу Солженицына легче всего с особенностями его анатомии. Роль. На сколько дней? Ну, вот, не знаю, мне кажется, я думаю, пока хватит. Миш, как ты? Да, да, достаточно. Спасибо, Никита. Да, вот, ну, кстати, когда я читал первый текст из этих трех, то как раз там Драгомощенко, мне кажется, был слышен довольно отчетливо. Возможно. Вот. В следующих двух несколько, немного другие поэты. Да, да, да. Да, и вот в связи с этим как раз обещанное заострение. Вот все-таки, каким, что ты можешь ответить на то, что может быть, то есть, грубо говоря, чем это у нас отличается от практики ready-made, да, распространенной довольно-таки. Чем, почему специфика у нас именно у поискового спама, а не у каких-то других объектов, которые мы можем наблюдать и находить в интернете, да, и которые тоже мы можем каким-то образом эстетизировать. Это с одной стороны, да, это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, это... Никит, можно я сначала на эту отвечу? Давай, конечно, да. Если ты не забудешь вторую часть вопроса. Я прекрасно помню, да. Да, спасибо за вопрос. Ты хорошо сформулировал его, так что мне будет просто на него ответить. Собственно, интерес Дорвии в том, что они как раз-таки находятся на линии пересечения, собственно, вот тех самых, той самой традиции ready-made, и линии, собственно, экспериментов с поэтическими генераторами. То есть мы до того фактически имели две истории, две археологии. Одна – это археология генераторов поэтических текстов, которую мы можем там проследить до конца 50-х, если я не ошибаюсь, 60-х годов, когда впервые стали создаваться искусственным способом составляться какие-то тексты, в том числе поэтические. И это, собственно, другая линия, линия ready-made. Они соединились в Дорвиях, и при том эти самые текстовые страницы Дорвии не являются ни тем, ни другим. То есть то, что мы знаем как традицию создания поэтических генераторов, которые уже все-таки полвека, это уже такая заслуженная область деятельности, экспериментирования, это совсем не то же самое, что Дорвии. Почему? Потому что первые фактически существуют как бы в лаборатории. Есть некий один создатель, который подбирает алгоритм, подбирает текстовую базу и дальше, собственно, предоставляет нам, и отбирает их. Он выступает также селекционером, составителем, он предоставляет нам конечный результат. То есть не все результаты, а какой-то. Но либо же, да, это какой-нибудь Яндекс.Поэт, это функция доступна всем, то есть отбирает уже сам пользователь, но генерация происходит также по какому-то составленному одному алгоритму и на одной базе текстовой. В случае с Дорвиями мы имеем дело как бы эти же самые поэтические генераторы, только вырвавшиеся на свободу. Это разница в способе существования. И тут действительно аналогия с какой-то биологической, именно а не технической жизнью очень уместно, потому что действительно одно дело в клетке, другое дело на свободе. Что здесь значит на свободе? Это значит, что мы имеем дело с огромным количеством анонимных каких-то недо- или псевдо-поэтов, вот этих самых спамеров, которые сами решают, что они возьмут за основу, за текстовую базу, на основе которой будет генерироваться тот или иной текст, и какие алгоритмы они будут использовать. То есть здесь мы имеем дело действительно с массовым явлением, а количество переходит в качество каким-то образом в этом случае. И вторая линия, линия Рэдимейда, но здесь все чуть посложнее. Ты спрашиваешь, чем это отличается от обычного Рэдимейда. Но тут я сейчас, наверное, не буду углубляться в то, что собой является Рэдимейд, то есть, собственно, в дюшановскую эстетику, которая чрезвычайно важна для современного искусства. Но я вкратце сформулирую, в чем здесь также может быть отличие. Я думаю, что то, что называлось Рэдимейдом, Рэдимейдом предполагало установление некой новой топики, то есть, некого нового пространства, которое мы знаем как музейное пространство. Пространство, которое символически нагружает или перегружает любые объекты. То есть идея Рэдимейда заключалась не в том, чтобы просто найти что-то готовое, а в том, чтобы сначала найти, а потом поместить в специальное пространство, в специальное место, которым является музей. Это в большей степени рефлексия, скорее, музейной институции и самого места музея. чем даже каких-то найденных объектов, которыми может быть что угодно. В случае с Дорвиями же мы действительно претерпеваем также некую встречу, мы что-то находим. Но при этом это что-то не нуждается в помещении, в какое-то специальное символическое пространство. Ну, не знаю, если, правда, не называть весь интернет специальным символическим пространством. В данном случае мы действительно, ну, хорошо, не весь интернет, а весь World Wide Web. Так, если не называть весь Веб этим самым пространством, то получается, что Дорвии гораздо более повседневные в своем существовании, как притязающие на эстетический статус. То есть, ready-made, повторюсь, это когда мы взяли вещь, поместили в музей. До того, как бы мы о ней не говорим в эстетическом ключе. А в случае с Дорвиями мы как бы находим, сталкиваемся с этими всполохами эстетического, с этими как бы слабыми токами, как я пишу в другой статье эстетического, которые рассеяны, ну, вот в повседневности. Для этого нам не нужно ходить в музей или куда-то. Вот я бы сказал, мне кажется, довольно четкие два критерия для отличения, ну, не только Дорвеев, не только от ready-made, но также и Дорвеев от педических генераторов. Никита? Да, спасибо. Спасибо, Миша. Окей, тогда тут, в принципе, из этого вопроса, конечно, вытекает следующий, но я его попридержу. Может быть, потом кто-то из гостей захочет его задать. Окей. Вот, но вторая часть, которую я хотел, которую я изначально готовил, если мы принимаем то самое изначально как бы имманентное Дорвеем, это эстетическое притязание за таковое, да, за то, что оно действительно существует, то следующий вопрос о, собственно, вот той самой премии Драгомощенко и той самой книжке в серии Крафт. То есть, поскольку мы понимаем, да, что это, что Дорвеев, несомненно, подражают человеческому языку и, скажем так, учатся писать у человека, но пишешь как-то по-другому, да, с неким изъятом, да, с некой поломкой. Но, тем не менее, они образуют, о чем ты пишешь здесь в этом предисловии, да, то есть некий другой язык, причем заведомо другой. То есть даже, вероятно, если мы представим какой-то идеальный Дорвей, то он все равно будет написан не совсем на человеческом языке, да, то есть что-то все равно его отличит. То здесь как раз, да, да, здесь вот как раз в Пандан мы презентовали книгу Гринбаума перед Новым годом непосредственно. Вот как раз имеет ли смысл здесь говорить о какой-то... Пока мы говорили только об эстетике, да, но если мы будем говорить еще и об этике, то нужно ли им некоторое вовлечение в борьбу с, скажем так, человеческими поэтами, да, я вот так это назову, или... Прости, пропал, в борьбу с чем или с кем? С человеческими поэтами, с поэтами-людьми. Ага. И издание текстов в книжке, которая... Ну, опять же, издание некими людьми, в книжке, в которой прежде издавались какие-то тоже люди-поэты, которые ходят по вечерам, читают стихи, выступают, которым, я не знаю, нужно некоторое признание, у которых есть, ну, в общем, все эти человеческие, слишком человеческие качества, которыми, собственно говоря, Дарвей не обладают, да, они обладают чем-то другим. Но вот как бы вот не теряется ли это что-то другое, когда мы их переводим вот в символическое, в человеческое символическое пространство с всеми присущими капиталистическими движениями, да, которые невольно возникают здесь, да, то есть будь то институт премии, институт книгоизданий и так далее, и так далее. Вот такой вопрос. Слушай, ну, хороший вопрос, потому что, честно говоря, я про это не думал, мне действительно была больше интересна политико-эстетическая часть всей этой проблематики, про этику я не думал, ну да, действительно, что было бы, если бы Дарви получили бы премию Драгомощенко, это же некое также и денежное вознаграждение, и, быть может, какие-то поэты, ну, больше нуждаются, кто получил бы деньги? Вот самый главный вопрос. Арсеньев или Куртов? Ну да, в данном случае экономика — это часть этики, получается, что так. Знаешь, Никит, я, если честно, думаю, что, ну, поскольку у нас времени не очень много, я бы, наверное, сократил свою мысль, и понимаю, что формат, наверное, не самый веселый, и мой голос слушать — это не еще одно развлечение, поэтому я бы ответил так, если очень коротко. Я думаю, что этот вопрос абсолютно не важен. Этический вопрос, как на самом-то деле еще в большей степени вопрос эстетический, и, возможно, даже и политический вопрос не очень важен. Я думаю, что важно следующее, что, собственно, меня мотивировало, в том числе и для составления этого сборника, потому что, честно говоря, спустя шесть лет не хотелось возвращаться к старой теме, я не очень видел много смысла в публикации этой книжки, но потому что кто захочет, тот найдет. В сети есть какие-то уже прецеденты. Но что, собственно, меня заставило положительно отреагировать на предложение Паши Арсеньева в связи с публикацией этой книжки, это то, что я на протяжении, не знаю, года, наверное, десятого или девятого, с тех пор, как познакомился с текстами Дорвеев, до сих пор к ним часто обращаюсь и люблю. Я люблю эти тексты. То есть мною двигало определенные аффекты. Я как-то с ними связан какими-то попаданиями, какими-то эквивалентностями, я уж не знаю, в плане какой-то специфики мышления или уж синтаксиса, неизвестно чего, неважно. Я хотел сказать следующее, что все эти аспекты эстетические, этические, политические гораздо менее важны в сегодняшней ситуации, вот в начале 2018 года, чем то, не знаю, это можно по-разному назвать, чем то вдохновение, которым могут нас оснастить эти самые тексты. Когда мы их читаем, когда мы их ищем, когда мы их отбираем. Хорошо, давайте заменим слово вдохновение, через что романтическое, романтизм принято сегодня ругать. Можно заменить это на нитшевский термин «воля к власти». Потому что то, что Нитши имел в виду под «волей к власти», было увеличивающейся способностью к творчеству, к созданию чего-то нового. Я про это писал в книжке. Я говорил, что до рвии есть фактически сегодня ответ на репрессии воображения. Воображение сегодня колоссально репрессированное. Техническое воображение, человеческое воображение. У нас есть совершенно колоссальные ресурсы для того, чтобы создать абсолютно новый мир. Но у нас нет настроения, Никита, возвращаясь к теме последнего транслита, у нас нет настроения, чтобы менять этот мир. И у нас нет ресурсов, которые я бы назвал ресурсами воображения. Мы как будто бы не можем до конца вообразить то, что уже воображено в вещах. И в вещах я имею в виду то, что дано технически на уровне, может быть, только потенциальном. Дорвии в этом смысле выступают такой формой нашего же раскованного воображения, освобожденного, эмансипированного воображения. То, как мы сегодня стыкуем слова, я имею в виду мы, русскоговорящие в повседневной жизни, в литературной жизни, в политической жизни, в какой угодно, это все-таки ограничено какими-то контекстами истории, в первую очередь, устройством языка и так далее. В какой-то ситуации, той же самой повседневностью. У Дорвеев же нет такого ограничения, и они комбинируют слова, изобретают новые валентности для слов, гораздо больше свободы. Понятно, что эта свобода дается за счет технических преимуществ. Машины всегда опережают человек количественно. Человек не сможет поэкспериментировать с таким количеством слов за всю свою жизнь, с таким количеством, которое производит за один раз поэтический генератор. То есть, я еще раз формулирую, в чем ценность Дорвеев текстов, которые заслоняют собой проблемы этического, эстетического и политического характера. Ценность в том, что они могут дать нам больше свободы. Я бы тут воспользовался термином, который сейчас разрабатывает мой нижегородский коллега-философ Евгений Кучинов. Я бы использовал термин «разбой воображения». Дорвей — это такие разбойники воображения. Они совершенно невинно. Мы их даже об этом не просили. И мы ничего не ожидали от них. А они нам каждый день через поисковые системы предлагают новые смыслы в конечном итоге, через новые цепочки слов. Я бы, не отвечая или мягко отклоняя, Никита, твой вопрос, вбросил бы важную для меня сейчас мысль. Мы можем, конечно, вернуться к этике. Но вот мне интересно твое мнение, что ты думаешь про такую интерпретацию функции Дорвеев. Никита? Да, ну она мне в целом симпатична. То есть я вижу ту же проблему, которую я в вопросе так коротко пытался сформулировать. А именно то, что Дорвеев все-таки возникает не из ниоткуда, они возникают из, ну скажем так, да, то есть там самое важное – это повторение неких ключевых слов, да, ключевых запросов, довольно часто встречающихся. И эти ключевые запросы, они, как правило, ну довольно… то есть такие запросы, как секс, знакомство, Тобольск, там, да, или что у нас там еще может быть, купить новую камеру недорого, познакомлюсь срочно, ну там и так далее, и так далее, да, то есть причем, как правило, это связано либо с сексом, либо с какой-то, с какими-то акциями, там, не знаю, купли-продажи, но я не знаю, насколько вот это, верно, да? Да-да-да, скорее так. То есть, ну с капитализмом в том или ином виде, да, то есть либо с капиталистическим сексом, либо, собственно, с капиталистическим обменом. Ну, капиталистический секс, конечно, это тоже капиталистический обмен. Так. Вот. И то есть вот в том плане, что воображаемое – это как раз то, что от нас заслоняет капитализм, да, и что вот таким образом вырывает, ну то есть таким образом через Дарвей мы как бы приходим, может быть, к тому желанию, то есть когда мы пишем «Секс знакомств с Тобольском», мы на самом деле не хотим заняться сексом в Тобольске, да, хотим чего-то другого. И вот Дарвей нам рассказывает о том, чего мы хотим. Вот. То есть в этом смысле я скорее согласен, да, но вот с тем, как бы, как осуществляется сам вход в это, да, то есть вот мне эта зона, она является проблематичной, я сейчас не готов вот сформулировать в полном объеме, но вот я вижу здесь какую-то проблему. Я понимаю тебя, но тут может быть как бы неинтересный ответ, связанный с критикой капитализма и так далее. Неинтересный, потому что я в последнее время вообще плохо, ну, в общем-то, не я один как бы сталкивается с такой проблемой, я перестал понимать, что такое капитализм. Ну да. Потому что, ну, классических марксистских трактовок, пост, нео и так далее недостаточно. Правые меня трактовки не устраивают, скорее, по этическим причинам. То есть, ну, ты здесь в данном случае подталкиваешь меня к тому, чтобы признать, ну, не полноту свободы, да, о которой я только что говорил, потому что мы действительно принуждены писать проститутки в Волгодонск и так далее, и втягиваться вот во всю ту языковую историю, да, которая, ну, там, неуместно, нежелательно или, как минимум, нам неинтересна. Ну да, да. Я бы отвечал на этот вопрос следующим образом. Я бы тут попробовал переинтерпретировать самого Маркса, потому что все-таки чем является экономика? Экономика является формой такого заземления, да. То, что раньше было на небе, на самом деле происходит на земле, как мы знаем, эстетисов о Фейербахе. А что происходит на земле? Ну, вот, люди хотят секса, там, им нужны какие-то товары, они обращаются к банкам, ну, все, что угодно, все, что необходимо для выживания, для хозяйствования. Мне кажется, что в этом смысле можно рассматривать вот эти ключевые слова, которые могут быть как навязчивыми, кстати говоря, так и ненавязчивыми, как ты помнишь, да. Они могут как бы мозолить глаз, да, или не мозолить в процессе чтения. Я бы рассматривал вот эту чисто коммерческую инфекцию как землю, как то, без чего эта воздушная среда полнейшей свободы, где как в воздухе, да, эти самые слова комбинируются, да, и как бы не знают силы притяжения, да, силы притяжения, которые для нас выступает, ну, та же экономика, та же современная политическая ситуация, наша культурная история, личная история и так далее. Они в этом смысле безумны, да, в том смысле, в котором мы можем говорить о некой как бы текучей, да, воздушной среде. Я бы говорил здесь скорее о воздухе, а не о воде, как и стихии, которая может служить неким аналогом этого текстового производства. А в свою очередь вот эта вот инфекция, хотя как, это не инфекция, это фактически то, что дало жизнь этим текстам, а именно рекламная установка, является как бы якорем, который нас постоянно привязывает вот сюда, вот к нашей географии политической, там, экономической, и говорит то, что сообщает нам то, что тут-тут происходит в этом мире. То есть я бы это так рассматривал, то есть, опять же, переинтерпретировал так, чтобы переинтерпретировал эту привязку таким образом, чтобы мы все равно, даже несмотря на проблематичность, связанную с работой капиталистических структур и нашим на самом-то деле непониманием того, что эти структуры собой представляют, я бы все-таки переинтерпретировал эту привязку так, чтобы опять как бы вернуть ту зону свободы, которую ты сейчас этим вопросом попытался отнять. Вот, Никита. Понятно. Слушай, ну вот ты уже говорил, да, что мероприятие не очень веселое из-за того, что твой голос слушается, я себя чувствую совсем идиотом, да, в этом смысле, потому что я сижу тут, и все на меня почему-то смотрят. Вот, да, давай, может быть, еще... Ты можешь станцевать, например, какое-то из стихотворения, а я вот не могу. Ну, это верно, в общем, да, я промаргиваю сейчас. Так. Я предлагаю просто, может быть, еще почитать, а после этого передать право голоса гостям. Давай, да, мне кажется, что в целом проблема уже понятна присутствующая, должна быть. Ну да, в общих чертах, по крайней мере, но ее можно еще как-то прояснить, да? Давай скорее ты, да, потому что все-таки... Хорошо. Так, ну, ты предлагаешь почитать из других циклов еще что-то, наверное? Ну, на твой вкус. Можно, да, можно что-то из новых композиций. Да, ну, из новых композиций, собственно говоря, можно прочесть текст, который дал заглавие этой книжки. Кстати, можешь потом сразу прокомментировать как-то коротко, почему именно так. Да, окей. Так. Лактат Гагарина. Любая тропинка. И девчонки за уровнем Курчатову. Вот здесь, кстати, опять всегда возникает вопрос о том, как интонировать эти тексты. То есть вот это... Сложный, но тоже неочевидный вопрос на самом деле. Ну, вот тебе нужно было поручить комментирование еще этой книжки, я чувствую, Никит, на полях где-то. Да, так. Два диких надлежащих театра. Мощность на дочери революции. А еще немецкий. Слипаются аскориды для волос. Ремонтное ношение для отдыха пенсионеров. В худшую области. Как важно, Челябинская область оборачивается не только подвижной промышленностью, но и состоянием сосудов, сухофрукты картин с чарующими постоянными визитами, где можно принимать. Ипохондрия подарила Уралу богатые инфаркты адаптивных важных вод, которые шизофрения машин оживляет быстро, отель энд ресторан, приюты энд лыжи, огонь энд тюбинг, лабиринт энд бильярд, снегоход. Мне кажется, предпоследняя строчка про бильярд отсылает к известной фразе Ахматовой, если ты помнишь. Про бильярд. Про бильярд? Да, я сейчас не воспроизведу целиком, но тут, мне кажется, есть какой-то интертекст. Так, ты хочешь, чтобы я прокомментировал, почему именно Лактат Гагарина? Ну, коротко, да. Ну, тут некое такое заигрывание, понятно, с космосом и с темой советского, которое, ну, может странно показаться, это заигрывание в связи с публикацией этой книжки. Но мне вот что показалось, когда я уже закончил эту подборку, что сегодня подобный род текстов, ну, не то что не удивляет, он как бы кажется какой-то такой новой нормальностью, опять же, в связи с тем, что многие современные поэты, это было одним из мотивов для Павла Арсеньева при номинации этих текстов на премию от АТД, эти тексты похожи на тексты сегодняшних молодых поэтов, да, сейчас мы не будем называть их имена, но, я думаю, понятно, о чем идет речь. Это нам о чем говорит? Это говорит о том, что какой-то такой подобный способ говорения все-таки получил распространение, ну, и он не то что, да, он не шокирует, и удивляет скорее, да, вот эта самостоятельность существования этих текстов и так далее. Так вот, мне показалось, что, ну, нужно было брать, скорее всего, какую-то, да, какую-то фразу для названия и самих текстов, чтобы минимизировать, собственно, присутствие составителя, то есть человеческое присутствие, и в числе претендентов на название было большое количество разных каких-то словосочетаний или синтагм, которые удивляли. Они слишком удивляли. Мне показалось, что нужно в названии как раз-таки вернуться в эпоху какой-то такой, да, машинной наивности или даже невинности, которая, собственно, была там в 60-е годы в эпоху покорения космоса и так далее. То есть здесь имя Гагарин звучит как бы сквозь, сквозь такой двойной мета, да, мы уже многое поняли про то, чем были 60-е годы с их началом, да, с их расцветом компьютеров и так далее, и мы уже много поняли относительно того, во что все это превратилось, то есть что мы ждали и что случилось в реальности. и какое-то такое возвращение через как бы вот эту двойную такую пост-постироническую или какую-то мета-мета-рамку к началу мне показалось уместным. Ну и как бы, по-моему, название само по себе симпатичное, да, лактат – это молочная кислота, которую там выделяет организм. Я думаю, что тут это можно понимать еще и так, что как бы интерпретация неких физиологических, технических процессов, которые происходили в организме Юрия Гагарина в момент его как раз-таки отрыва от земли и поднятия в воздух, о котором я только что говорил. Никита? Да, спасибо, спасибо за лаконизм. Значит, ну еще почитаем, да, тогда несколько? Давай, да. Куда стареет кожа? Бремя Отечества может быть первичным и меньшим. Естественное клонит со временем при соблюдении определенных методических факторов. Анонс мой зеркальце, узнай, да всю правду общайся. Яль на позвоночнике всех искреннее, перешагнув возраст в 25 лет, прочие женщины уже с осторожностью назначают этот вопрос. Зеркало ново выдает каждую новую тему. Удобность. Здесь, кстати, можно довольно ярко увидеть, как устроены эти тексты с точки зрения синтаксиса. То есть, насколько я понимаю, там берется некая готовая синтаксическая конструкция из другого текста, которая, собственно, и наполняется вот словами, да, то есть, какими-то, может быть, ключевыми словами, по которым поисковый запрос должен выдавать этот тот или иной Дарвей, вот, или какими-то другими, да. Ты что-то еще хотел добавить? Ладно. Мне 24. Кооперативный. Открыт к незнакомым деревьям. В нападении всего того помни, как я тебя вижу. Я говорил, заговаривая, как к этому тоналю, так и к одному нагвалю. Некоторые, бесспорно, компании и мыши, затаивают днем и чертовски ночью. Мара и контакты в Балашове для инклюзии с проституткой. Ровно грелся... Да? Не-не, извини, перебил. Я бы хотел тебе последнее порекомендовать прочитать, но, да, извини, читай. Последнее, в смысле... Ну, давай я, раз, начал ее... Давай, давай. Хорошо. Ровно грелся чай. Мой тип стал рассуждать об опасности моральных запретов, разгульной зачетке церковных иерархов и проникновении себя любия ужинов батюшкой после моей воскресной литургии. Мобилизационные человеки, Гоэ Энгельс, хочет познакомиться про жены следом серый оберег вместе приводит. Эрогенная Дарья Калмыкова, культурные женщины, порно-звезда, сокровища Антарктиды. Декодирование из них, их вражда, их отеческие сиденья собирают свой член микроэлементов из числа неофитов. Так, а вот последнее, ты имеешь в виду из этого цикла? Самое последнее в книжке. «Я вел себя как?» «Как в...» Я вел себя как в брачные знакомства с русскими Тверь. Насколько дней? А если бы мы были в конверте, их никто не командует. Ты был недостаточно быстр, чтобы бить небесного. Он сказал, что позабочусь о них, знать не хочу. Пожалуйста, позаботьтесь о моей поэме. В... В... Вообще-то мне понравилось. Ну, я бы вот, кстати говоря, занялся какой-то герменевтикой этих текстов, исходя из того, что они все-таки имеют какой-то месседж и смысл, то есть, вот, именно в режиме «как если бы». То есть, вот это последнее стихотворение про убить небесного, вот это вот как раз, возможно, есть то самое, о чем я говорил в связи с Марксом, да, то есть небесный вроде бы как убит, но вот что-то там с экономикой до сих пор, точнее, с этим самым небом, которое через экономику просачивается в виде вот таких вот шизофренических посланий. Ну и концовка этого стихотворения, да, пожалуйста, позаботьтесь о моей поэме. Вообще-то мне понравилось, сообщает нам машина. Я бы, на самом деле, серьезно относился к этому тексту, то есть, конечно же, я его отобрал, но почему он обращается к нам именно с этими словами? То есть, я бы вообще тут выключил, повторюсь, Никит, какую-то такую стандартную филологическую рамку и думал бы, ну так, как бы, футуроархеологически скорее, да, что могли бы означать эти тексты, например, если бы мы знали, что они генируются не случайно, а вот посылаются к нам откуда-то. Это бы, собственно, включило наше воображение и дало бы нам ключ. Никита? Да, Миша. Так, ну что, может быть, есть у кого-то какие-то реплики, вопросы к Михаилу? Точнее, к метасимулятору Михаила, который сегодня его представляет. Да, представляетесь, потому что тем более, что вас не видно, только слышно. Мне ничего не слышно. Слышно? Слышно? Ждать ответы или… Михаил, слышно? Да, сейчас более-менее, пожалуйста. У меня маленький опыт общения с метасимулятором, поэтому у меня возникла такая очень сырая жонглирующая мысль в связи с прочитанным и в связи с комментариями про небо и землю. Я вспомнил про то, что есть разные биологические паразиты, и мне на ум пришел один конкретный, я знаю только английское очень дословное название, называется tongue-eating laus. Это такой паразит, который живет на языке рыбы. Причем какой-то конкретный… Знаете, вас слышно, вот половина буквально, слышу, что про паразитов. Может быть, вы могли бы ближе к микрофону подойти? Я требую… Мой дух требует контакта. Так слышно? Так лучше, да. Да, есть такой биологический паразит, который живет на языке рыбы. Какой-то конкретной рыбы, я не помню ее название, но интересно, что я не буду особо подробности рассказывать, это совершенно отвратительное существо, но оно питается тем, чем питается рыба. и греется за счет, собственно, какого-то кровотока в языке. И, ну, собственно, по легенде обнаружена она была, когда поймали рыбу и подали ее на стол и обнаружили, что у нее там во рту внутри еще одна рыба. И так она попала в какие-то, не знаю, истории биологии или что-то такое. Вот мне интересно, на самом деле, что, может быть, это частично вопрос, который Никита задавал с этической точки зрения, как вылавливаются, собственно, эти паразиты и в каком отношении, когда они выловлены, они находятся с рыбой. И что, собственно, является этой рыбой? Это вот те тексты, которые про Броцкого и про всех остальных, откуда набраны эти фразы? Или рыба – это нечто другое в этом случае? Вот мне кажется, что еще было бы интересно, по крайней мере, мне лично понять чуть более, на какой базе текстов, собственно, кормятся эти дорвеи. Потому что, мне кажется, что там как-то вот, в том, что было прочитано, там существует одна-две фразы, которые кажутся ключевыми, а все остальное как бы нарастает туда. Ну да. Вот. А пример с рыбы, я просто его забрасываю с той точки зрения, что там есть как бы две экономики. Одна, конечно, экономика питания, опять-таки, потому что, вот если сказать, что этот паразит, этот дорвей, то он живет вот на том, что ест рыба. Не на каких там фантазиях рыбы, а на очень конкретных вещах, на вот этой экономике потребления. А с другой стороны, что, в общем, он пытается повторить эту рыбу настолько, насколько возможно во всех ее, опять-таки, самых простых проявлениях. В общем, вот весь комментарий. Понятно. Спасибо за вопрос. Надеюсь, я все правильно расслышал. Тут, насколько я понимаю, было несколько вопросов. Первый, собственно, как эти, как вы выразились, паразиты обнаруживаются, да, а второй связанный с ним вопрос, вопрос текстовой базы, да? Ну, этический вопрос. Все верно? Вроде всегда, все верно. Окей. Ну, что касается того, как эти тексты находились, я про это пишу в книжке, в предисловии и также пишу в приложении, где даю краткое руководство по тому, как эти тексты искать. Значит, что касается, ну, собственно, начало этого, начало поиска Дарви, вот оно как раз-таки обсуждается в приложении. Тут нету каких-то особых секретов, есть какие-то минимальные ноу-хау, вы берете, формулируете то словосочетание, то есть надо обязательно закавычивать свои запросы, чтобы соответствие было точным, то словосочетание, которое кажется вам странным, неправдоподобным, то есть вы сами начинаете с некого разбоя воображения, вы сами присоединяетесь к этому машинному разбою собственным, да, человеческим. Без этого, как бы, вхождение в этот мир невозможно, потому что, повторюсь, Google делает все для того, чтобы этот мир для вас остался скрытым. И, собственно, сам поиск дорвеев, это такая как бы задача по контрпоиску, вы ищете то, что должно быть спрятано, то, что не должно быть найдено. То есть это уже требует, поэтому, ну, не чисто технических, скажем так, знаний, а еще и преодоления, ну, некого, собственно, того культурного затора, который образуется в результате вот этого чисто коммерческого решения компании Google. Ну, это вход в этот мир, а отбор осуществляется, я не знаю, на собственный вкус. В этом смысле я абсолютно не претендую на некий объективный срез. Я полагаю, что объективного среза здесь более того быть не может. В тексте от составителя я говорю о том, что необходимо найти какую-то срединную точку встречи между машиной и человеком. То есть нету такого места, это иллюзия, это миф, что есть такое место, где вы встречаете машину как абсолютно чужое, как рыба встречает паразита, который является абсолютно чужим ей, но который с ней сосуществует, ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что это как раз культурный миф, а на самом-то деле, если мы хотим узнать что-то, ну, о чем угодно, это может быть машина, человек, животное, там, бог, экономика, что угодно, то нужно сделать этому что угодно несколько шагов навстречу. Я рассматриваю свои человеческие усилия по поиску и отбору этих самых текстов как шаг навстречу этим текстам. Это некая срединная точка, где я с этими текстами встречаюсь. Ну, если угодно, это и есть моя этика. Да, она, эта этика остается, этика отбора, скажем так. Эта этика остается за кадром самих текстов. Ну, вот, я не думаю, что это вообще нужно знать тому, кто читает эти тексты, но это нужно знать для тех, кто хочет включиться в этот процесс и самостоятельно их искать, потому что, мне кажется, что польза здесь все же в том, чтобы не столько читать, и к сколько самому находить. но этот длинный вопрос, я, может, еще к нему в самом конце вернусь с определенным напутствием тем, кто заинтересовался поиском этих текстов. Про вторую часть вашего вопроса, про текстовую базу. Знаете, это сложно на самом-то деле выявить. Во всех случаях это, собственно, работа уже исследователей, я считаю, исследователей будущего, но по отдельным каким-то синтагмам, даже не словосочетаниям, а кускам предложений, когда я вбивал их в поиск, я обнаруживал какие-то источники, но вот из тех текстов, для тех текстов, которые представлены в книжке, такими источниками являются, например, романы Урсулы Легвин, дневники Лидии Чуковской, какие-то фанфики, блоговые записи, статьи в Википедии, киносценарии, другие Дорвеи, кстати говоря. То есть Дорвея включает в свою текстовую базу в какой-то момент другие такие же спам-страницы. То есть, как правило, это тексты, которые пришли на ум спамеру или изготовителю какого-то Дорвеи-генератора. Да, ну, по моему опыту, такими текстами может быть все что угодно. Не знаю, от критики чистого разума до, повторюсь, тех же статей в Википедии. Эти источники, как правило, забиваются в Дорвеи-генератор или как-то автоматически находятся. И как бы это отдельное исследование этих источников, это отдельный пласт или отдельный раздел исследования вот этой Дорвеи-поэзии вообще. То есть, это нужно еще, нужно еще, предстоит еще сделать. Я не знаю, ответил ли я на весь вопрос. Ну, вроде да. А есть еще какие-то вопросы или реплики? Да. Почему это проза? Почему это стихи, а не проза? И что было бы Дорвеи-прозой, если это Дорвеи-стихи? Ага. Никита, ну, в принципе, ты тоже можешь попытаться ответить, но я дам короткий сразу ответ, но потому что это разбито на строчки. И сделал это, собственно, сам составитель. То есть, конечно, можно было не разбивать на строчки, подать это как проза, тогда это был бы сборник прозы. Это чисто формальный ответ, а содержательный, я думаю, может попробовать дать Никита. Да, ну вот Наташа спрашивает, в смысле, зачем нужно было разбивать на строчки? То есть, почему это нельзя было опубликовать как Дорвеи-прозу? То есть, в первозданном виде, поскольку в первозданном виде, собственно говоря, мы не встречаем Дорвеи, которые разбиты, действительно, как стихи, не напечатаны в столбик. Миша. Ну, как мне там, то есть, мне-то как бы, мне кажется, что здесь есть несколько причин, вот, и одна из них является, может быть, скорее, в большей степени, вот Миша совсем отключился. Значит, ну хорошо, значит, раз Миша отключился, можно сказать все, что думаю, да. То есть, одна из причин является, скорее, может быть, институциональной, да, просто потому, что, ну, нет, все-таки первая не институциональная ни в коем случае. Первая причина в том, что в поэзии, вообще говоря, мы встречаемся с заведомо более остраненной речью, чем в прозе, да, то есть, ну, это может быть очень грубое деление, которое может, там, с ним кто-то соглашаться или не соглашаться, исходя из сегодняшнего дня, но, как правило, то есть мы привыкли, что в прозе мы имеем дело, скорее, с некоторым нарративом, который может быть, ну, разным образом разрушен, может быть, непрямым, да, каким-то, каким-то, всевозможными способами осуществленным, но, тем не менее, присутствовать. Вот. А в стихах-то мы, то есть, точнее, не в стихах, а в стихе-то, как бы, конкретная вещь, как раз, про разбитие на строчке, а в поэзии, да, которая как раз, может быть, как разбита на строчке, так и не разбита, да, может писаться как в столбик, так и в подбор. В поэзии мы имеем дело, вот, с, как бы, с какой-то, такой компрессивной, с каким-то компрессивным опытом. Да? Ну, да, да, вещь особой важности. Можно, да, вот, это Гаспаровское определение, действительно, да, то есть, это разные принципиальные вещи, разные по дыханию, и так далее, и так далее. То есть, скажем так, прежде всего, по тому опыту, который мы получаем, приобретаем через чтение. И в этом смысле, Дарвей, как, как, некоторая, именно, именно эстетическая, то есть, если мы воспринимаем Дарвей, как часть, воспринимаем сквозь призму нашего эстетического опыта, то, конечно, это будет поэзия, а не проза. Вот. Нет, я ответил на вопрос, почему это поэзия, а не проза. Вот. Почему это нужно записывать стихами, а не в подбор, на этот вопрос я не могу ответить. Вот. Но в данном случае, скорее, это сделано просто для удобства восприятия читателя, скажем так. Да, потому что читатель у нас, как-то, я не знаю, показывает там, недавний пример, там, я не знаю, с премии Драгомощенко, когда решали, Стас Недко, это поэзия или это проза. Он не привык еще к такому. Вот. То есть, в смысле, воспринимать поэзию, как бы вот, когда она в строчку записана, хотя вот неоднократно упоминаемый здесь сегодня уже Драгомощенко, конечно, этим, в общем-то, у него множество текстов, где один способ записи переходит в другой. Вот. Попробуем еще дозвониться Миши, что там у него там произошло. А, это не у Миши произошло, на самом деле, это произошло у местного интернета. Вот. Электрофойе, который называется. Так. Я не знаю, насколько это удастся. Ну, я не знаю, то есть, но есть еще какой-то дополнительный вопрос, именно вот про пайты части. То есть, я вижу это таким образом. Ну, я думаю, что это так. Я думаю, что это просто для удобства восприятия этих текстов именно в поэтическом качестве. А на это я уже ответил, да, потому что, вот, Миша меня слышит теперь, о, господи, я даже Мишу вижу. Значит, а затем, что поэтические тексты, Дарвей, нужно принимать, то есть, именно как вот ту самую госпаровскую вещь особой важности, как вот нечто, как поэзию, то есть, то, что компрессирует некий опыт, непередаваемый в нарративе, да, вот скажем так. А если это все-таки мы будем записывать в строчку, если мы будем прочитывать это как прозу, то нам будет чуть сложнее это сделать, скажем так. Вот. Ну да, я, собственно, то, что хотел, меня слышно, Никита? Да, тебя слышно. То, что я хотел сказать перед вот этим, перед обрывом связи, я про это пишу в своем тексте, в предваряющем подборку, что разбивка на строчке здесь имеет, ну, скорее, такое техническое значение, просто новая строка дает нам возможность остановиться, подумать. Тексты слишком плотные. Да, в данном случае поэзия является просто, ну, выступает как такое средство затруднения чтения, ну, или облегчение, такое формальное, техническое облегчение чтения текстов, уже затрудненных, как в этом случае. Я думаю, что можно не считать это поэзией, да? Я думаю, что... Пока тебя тут не было, я тут топил за то, почему это нужно считать именно поэзией, вот. Нет, а что это меняет, собственно, по большому счету? Это ведь ничего не меняет в понимании этих текстов или в том опыте, который мы получаем, когда их ищем или находим. То есть это интересный сам по себе вопрос. И если уж так формально, точнее, уже не формально технически, а как бы формально академически подходить к этому вопросу, то, ну, как это делается, собственно, в академии, мы просто указываем прецеденты. В данном случае это поэзия поставангарна, поставангарная поэзия так называемая. Это эксперименты с флархом, со спем-поэтри. То есть мы указываем на некую традицию, в которой подобные тексты уже существуют. Ну, то есть на этом основании вполне легитимно считать это поэзией. И, повторюсь, разбивание на строчке это скорее такой волюнтаризм составителя, но он имеет техническую функцию. Да, Никит? Да, вот на самом деле нас тут уже просят заканчивать. Так что даже не знаю, может быть, как мы закончим? Я вот скажу, Никит, одну вещь, которую забыл сказать в связи с вопросом про этику. Я бы сказал, что этика исследователя подобных текстов это этика антрополога и психиатра. Это то, о чем я пишу также в своем предисловии. Действительно, я столкнулся примерно с тем же, что испытывает этнограф, который приходит к каким-то племенам и пытается найти с ними общий язык. И, с другой стороны, столкнулся с тем же, что, судя по всему, испытывает психиатр, когда он общается с теми, чей язык также затруднен, но уже по другим причинам. Я думаю, что можно представлять себе по этому имене и дело с этими текстами не как чисто филологическую задачу, а как такую попытку этнографии машин или попытку создания психиатрии машин. Я вот думаю, что дальше я с Дарвейми больше прямо иметь дело не буду. Но, возможно, буду их как-то использовать для развития мыслей. А еще пока что не существует еще психиатрии машин. Это такая довольно любопытная тема. Потому что я думаю все-таки, что те Дарвей, которые мы читаем, эти тексты можно отнести к определенному психическому симптому. Я думаю, что это скорее шизофрения, а не, скажем, аутизм, которым страдает большинство современных компьютеров. То есть можно через вот эту вот как бы чисто поэтическую историю выходить еще и на другие исследования. Ну, я не знаю, я могу сказать последнее, что хотел в напутстве собравшейся публики, досидевшей, уцелевшей к концу этого интереснейшего сеанса. Никита? Да-да-да. Никита, я могу говорить последнее? Или ты еще что-то хочешь? Нет, говори, конечно. Я хотел напоследок призвать всех москвичек и москвичей поменьше читать социальные сети, Facebook, все вот эти вот анонимные каналы в Телеграме, Instagram и так далее. И побольше читать спам. Вы увидите, что от этого это гораздо приятнее, полезнее, интереснее и так далее. В этом смысле я также про это пишу. Если вы почитаете поисковый спам, как я это делал для подготовки сборника, ну, на протяжении нескольких дней, хотя бы часа 2-3 перед сном, ну, каждый вечер, я читал по 6-7-8 часов в день. Если вы это будете делать на протяжении нескольких дней, потом откроете ленту Facebook, вы увидите, насколько она бедна и неинтересна в сравнении со спамом. И более того, обычные вот эти вот полурутинные, такие же автоматизированные вот эти текстовые человеческие движения, которые мы наблюдаем в социальной сети, они ведь тоже абсолютно автоматизированы все. Они после чтения Дорвеев предстают, знаете, кажутся чем-то вроде таких вылеченных Дорвеев. То есть вся лента Facebook это такой же поисковый спам, который вылечили. Причем вылечили вот в том же смысле, в котором герои Джека Николсона вылечивают в конце фильма, пролетая над гнездом кукушки, когда как бы, в общем, после этого лечения ничего интересного не остается. Это, собственно, был пафос моего приложения, книжки «Ищите Дорвеев и читайте поисковый спам». Я, собственно, на этом хотел бы сегодня закончить. Это, я думаю, скорее не для текста, не просто для чтения, там, усложнения и так далее. Это тексты, которые, ну, я бы хотел, сподвигали читателей этих текстов на создание новых генераторов поискового спама, на нахождение новых Дорвеев и так далее. Никита? Миша, что сказать, спасибо тебе. Никита, спасибо тебе, что выдержал это. Спасибо всем, кто пришел. Ты слышал опора, аплодисменты. Все. Спасибо.